Добрый день на РБК ОФА. Региональные новости в студии Маргарита Гафарова. Жители Башкортостана стали меньше занимать денег в банках. Средний размер потребительского кредита в регионе снизился на 2,5%. Сейчас он составляет почти 142 тысячи рублей. Это 24 место в стране. Данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй. Согласно исследованию, максимальное снижение потребительского кредита за октябрь-ноябрь этого года зафиксировано в Москве, Московской и Тульской областях на 266, 400 и 164 тысячи рублей соответственно. Соседний Татарстан на 26 позиции, где средний размер займа сократился до 138 тысяч рублей. Единственным регионом, где сумма потребительского кредита незначительно выросла, оказался Алтайский край. Рост составил 0,3%, достигнув отметки 115 тысяч рублей. По мнению аналитиков, снижение среднего чека займа произошло на фоне сокращения выданных потреб кредитов, начиная с 1 октября, когда был введен показатель долговой нагрузки. Другими словами, банки стали тщательнее оценивать заемщиков и кредитовать только тех, у кого персональный рейтинг находится на должном уровне. При этом эксперты не спешат делать выводы, насколько долгосрочной окажется эта тенденция. В Уфе установят аэродинамическую трубу стоимостью 30 миллионов рублей. Она будет имитировать свободный полет человека в воздушном пространстве. Проект финансирует инвестор из Перми. Построить аэродинамическую трубу в столице Башкортостана планируют в течение трех месяцев. В настоящий момент компания-исполнитель уже произвела сборку аэротрубы диаметром почти 2,5 метра. Для реализации проекта инвестор попросил у уфимских властей земельный участок площадью не менее 500 квадратных метров с возможностью подключиться к электросетям. Открытие нового аттракциона обеспечит работой 12 человек. Что касается срока окупаемости проекта, мы наметили его себе очень приблизительно. Это три года. Чем нам интересен этот проект с точки зрения реализации именно в Уфе? Ну, что тут скажешь? Хороший город, большой, много людей, много спортсменов, что очень важно. Запустить аэродинамическую трубу в Уфе планируют в следующем году. Как считают городские власти, это будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в аэротрубные и парашютные виды спорта. Уфимцы чаще всего выбирают Австрию для путешествий за границу. А самый востребованный внутренний авиарейс для жителей столицы республики в Москву. Об этом сообщили эксперты сервиса UFS Travel. При этом средний чек билета Уфа-Москва один из самых дешевых среди популярных авиамаршрутов внутри страны – 7705 рублей. Столицу Башкортостана часто выбирают и для путешествий жители других регионов. По данным исследования сервиса, в Уфу чаще всего летают в майские праздники. Среди пассажиров в основном студенты и вахтовики, которые возвращаются домой на длинные выходные. Также в этом списке помимо Москвы и Санкт-Петербурга – Казань, Минеральные воды и Краснодар. При этом Уфимский аэропорт не входит в число самых популярных авиагаваний среди европейских путешественников. Здесь лидеры также Москва, Санкт-Петербург и Казань. Чаще всего эти направления выбирают граждане Италии, Чехии, Черногории и Германии. В городском центре «Арт-квадрат» с сегодняшнего дня стартует серия театральных перформансов. В течение трех вечеров театр «Витрин» покажет три спектакля – захват территории, ночные сцены и сцены превращений. Кроме того, в субботу 28 декабря. В три часа дня состоится открытие катка. Будет звучать живая музыка, а артисты театра в гриме «Дебуфо» дадут мастер-класс. В выходные в городском центре пройдет дизайнерский фестиваль «Манофест». Он будет работать с 12 до 8 часов вечера. Вход на все мероприятия свободный. На этом у меня все к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.